Всем привет! Что мы знаем о Петре Алексеевиче Романове? Наверное, большинство ответит. Построил Петербург, прорубил окно в Европу, победил в шведовой войне, заставлял бояр бороды сбривать. Давайте же взглянем подробнее на жизнь и правление этого великого человека. Петр родился 30 мая 1672 года. Он был 14-м ребенком в семье Алексея Михайловича и его второй жены Натальи Нарышкиной. Когда ему было всего 4 года, умер его отец, и опекуном назначили старшего брата и нового царя Федора Алексеевича. Однако уже через 6 лет, в 1682 году, царь по причине болезни скончался. Федор не оставил завещание наследники престола, тем самым положил начало борьбы за трон между Петром и его сводным братом Иваном, сыном Алексея от первого брака с Марией Милославской. Ввиду очень плохого здоровья второго, царем провозглашен был 10-летний Петр. Конечно, клан Милославских во главе с царевной Софьей не хотел мириться с таким решением. И 27 апреля 1682 года, пусть и вложенные слухи о якобы убийстве царевича Ивана, подговорив стрельцов и лояльных к себе бояр, двинулись к Кремлю. Даже предъявление живого Ивана не остановило погромы, убийства и разбои в столице. В результате стрелецкого бунта первым царем по старшинству назначили Ивана, а вторым Петра. Но фактически страной управляла Софья на правах регента над несовершеннолетними царями. Мать Петра Наталья посчитала небезопасным для себя и сына находиться в Москве, где все было под контролем Милославских. И осенью того же года они переезжают в загородную резиденцию, село Преображенское, под охраной верных людей. Именно там у мальчика появляется интерес к военному делу. В отличие от своего отца, Петр не любил соколенную охоту. Все свободное время он посвящал играм со своими сверстниками в солдатиков, начиная передвигаться строевым шагом, устраивая вымышленные битвы и стражения. С возмужением царевича росло его потешное войско. Оно перестало быть просто забавой. Петр обладал огромной активностью и трудолюбием. Он построил в Преображенском потешный двор, съезжую избу для управления командой, потешную конюшню и создал даже потешную казну. Войско было полностью вооружено и одето в темно-зеленый и синий мундир на западный манер. Вскоре в Преображенском полку появился и Семеновский, который располагался в одноименном селе. Были назначены штаб-обер-унтер-офицеры. Петр относился к ним в первую очередь не как государь к своим подчиненным, а как друзьям-соратникам. Сам проходил воинскую карьерную лестницу, начиная от барабанщика. Большое влияние на поведение и мировоззрение Петра оказала немецкая Слобода, поселение, расположенное по соседству с Преображенским. Как известно, немцами в те времена называли всех европейцев, не говорящих по-русски. Юному царевичу понравился быт, одежда, поведение иностранцев. Он стал частым гостем в Слободе, закурил немецкую трубку, щеголял в немецком платье, участвовал в шумных немецких вечеринках с танцами и выпивкой, заводил новые романы. Такое поведение не могло нравиться матери Петра, и она решила его женить. Для степенения. Избранницей для 16-летнего царевича стала Евдокия Лопухина. Их венчание состоялось в 1689 году. Евдокия не разделяла прозападное настроение Петра, была сторонницей старого уклада жизни, следовательно, их союз не мог существовать долго. При жизни матери царь не показывала открыто своей антипатии к супруге, но все изменилось после ее смерти. Тем временем, после неудачных походов на Крымское ханство, власть регента Софьи пошатнулась. Все больше бояр, приказных членов духовенства, переходило на сторону возмужавшего Петра. Еще раз заручиться поддержкой стрельцов не удалось, и после неудачной попытки договориться с Петром, Софья была сослана в Новодевичий монастырь. Что же касается второго царя Ивана, то он был очень слаб здоровьем, и по сути никакого участия в управлении страной не принимал, до самой своей смерти в 1696 году. Петр не сразу принялся за реформы. Лишь смерть матери в 1694 заставила его полноценно заняться управлением. Царь продолжил войну с Османской империей в рамках Священной Лиги. Азовские походы показали, что продолжать войну без сильного флота, новой реорганизованной армии и союзников невозможно. Для достижения этих целей в марте 1697 года из Москвы в Западную Европу было отправлено Великое посольство, которое насчитывало примерно 250 человек, в составе которого под именем урядника преображенского полка Петра Михайлова находился и сам царь. В Курляндии и Бранденбурге Петра очень хорошо встретили на высоком уровне, что нельзя сказать о Риге, которая находилась в составе Швеции. В Кёнинсберге Петр взял несколько уроков по стрельбе из пушки, а также устройство фейерверков. В Голландии и Англии Петр много времени посвящал судостроению, несколько месяцев работал плотников на верфи, осматривал мастерские, доки, устройства кораблей, изучил работу ветряной мельницы, анатомию человека и медицину, практиковался в лечении и удалении зубов. Посольство прервалось по дороге в Венецию, известием об очередном стрелецком бунте. Петр был в ярости. До прибытия его в Москву восстание было подавлено, однако царь распорядился о новом расследовании. Около двух тысяч стрельцов было казнено, некоторым Петр лично отрубал головы. Стрелецкий полк был окончательно расформирован. Петр вернулся другим. Он был полон решимости все изменить. Начиная от внешнего вида слуг, дворян и заканчивая указом об установлении нового летоисчисления. Новый 1700 год начали отмечать с 1 января. Следующий этап жизни Петра – это Северная война со Швецией. Вступив в союз с польским королем Августом II и заключивший временное перемирие с Османской империей, русские летом 1700 года двинулись к Балтийскому морю. Так началась война, которая продлится следующие 20 лет. Поражение под Нарвой в ноябре того же года показало неспособность русской армии прежнего образца противостоять шведам. Нужны были изменения и военные реформы. Петр это осознавал и сразу принялся за них со всей своей энергией, выжимая из государственной казны все соки. Была создана новая регулярная армия с вооружением, вылиты 300 новых пушек, подготовлены полководцы. Параллельно Россия помогала Польше сдерживать шведов для выигрыша необходимого времени. Все это позволило в 1704 году получить России выход к Балтийскому морю и уравнять силы войне. Некоторые считают, что война могла быть окончена еще в 1709 году, после поражения Швеции в Полтавской битве. Но войну вмешалась Османской империя. После тяжелого прудского похода Россия заключила невыгодный мир с турками, ценой передачи и Мазова. Тем временем второй официальной супругой Петра в 1712 году стала Марта Скавронская в православии Екатерина Алексеевна. Они встретились еще 10 лет назад, после того, как русские войска захватили Ливонию. С 1713 года битвы главным образом проходят на море. До войны шведский флот был одним из лучших в мире. Корабли же России, созданные еще в допетровские времена, были устаревшими и не могли составлять им конкуренции. Еще до азовских походов Петр начал строительство нового флота. Оно началось под Москвой и на Архангельской верфи. Но главным образом в Воронеже, где располагалось Адмиралтейство. Северная война завершилась подписанием нештатского мира 30 августа 1721 года. Россия вышла к Балтийскому морю, присоединила к себе Эстляндию, Лифляндию и часть Карелии. Швеция оставила за собой Финляндию. Но главным образом Россия получила международное признание и статус одной из главных морских военных держав. Петр принял титул императора Всероссийского Отца Отечества. Но его интересовал не только Запад. Он обращал свой взор и на Восток. Сразу после Северной войны был предпринят Каспийский поход в 1722 году. Русские войска из Астрахани выступили на юг и заняли персидские города Дербент и Баку. В результате Персия заключила мирный договор, уступив Российской империи западное побережье Каспийского моря. При Петре I в состав империи была включена Камчатка. На слиянии рек Иртыша и Оми основан город Омск. Кроме внешних военных действий, Петру приходилось держать внутреннее недовольство. Люди уставали от долгих войн, высоких налогов и тяжких условий труда. Регулярно на окраинах империи вспыхивали восстания. Одним из крупных стало восстание донских казаков под руководством Кондратия Булавина в 1707 году. Бунтари были жестоко наказаны. Не менее 10 станиц были полностью уничтожены. Донское войско расформировано. Беглые крестьяне были возвращены своим владельцам. Тем временем здоровье императора ухудшалось. Частое пребывание на открытом холодном воздухе, игнорирование совета врачей, большая физическая нагрузка, употребление алкоголя – все это привело к острой почечной недостаточности. Очевидного престола наследника после себя Петр не видел. Сын от первого брака, царевич Алексей, трагически погиб в 1718 году. Перед этим подписал отрешение от престола. От второго брака с Екатериной были две дочери – царевна Анна и Елизавета. Петр издал указ о престолу наследии, согласно которому он сам мог назначить своего преемника, опасаясь, что к власти придут противники его реформ. Но окончательное завещание император так и не оставил. Кроме военных побед, создания новой армии, строительства Петербурга, новой базы для Балтийского флота, пожалуй, не было ни одной отрасли, которая не претерпела бы изменений. Петр ежедневно издавал десятки указов. Еще после Великого посольства Петру удалось пригласить в Россию некоторых инженеров, ремесленников, оружейников, врачей и других специалистов. При Петре в России начинается массовое образование дворян и духовенства, открываются школы и гимназии, подписан проект положения об Академии наук. Большое внимание уделялось строительству Каменного Петербурга с привлечением европейских архитекторов. Менялся старый уклад жизни, одежды и убранство домов. Прежние застолья и пиры менялись на ассамблеи с танцами, игрой в карты и свободным общением. Специальным указом запрещалась насильственная женитьба и выдача замуж. В Европу Петр посылал талантливых молодых людей на обучение. Были введены новые технологии производства. Только на Урале было открыто не менее 30 металлургических заводов. При Петре I в России развивался абсолютизм. Обратной стороной реформ и нововведений стало использование принудительного труда, пресечение всякого инакомыслия, усиление репрессий над населением, введением всеобщей веротерпимости. Времени Петра явно не хватало, чтобы успеть переставить огромный поезд под названием «Россия» на новые рельсы. Император скончался ранним утром 28 января 1725 года. Он был погребен в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин